Я живу в детстве, когда я живу в мире. И в последнее время, когда я живу в сердце. С темными сторонами собственной жизни. Главный герой – типичный финский мужчина. Характер – нордический. Российский и финский кинематограф во многом схожи, считает режиссер картины Нинни Рокоса. Это определенная меланхолия, такая традиция глубоко все обдумывать. Это общая черта финнов и русских. Самая главная проблема во время съемок – главный герой финн и не очень показывает свои чувства. Интерес к документалистике и короткому метру в Финляндии очень высок. В течение года там проходит 7 кинофестивалей. Как отметил представитель посольства, в мировой киноиндустрии Финляндия сейчас занимает больше места, чем на карте. Несмотря на близость наших стран, в России финское кино пока смотрят мало. Мне интерес вообще к кино, тем более финское. Это диковинка для нас. И присутствие самого режиссера, которому можно задать вопрос. Мы здесь учимся кто на кого, кто на актеру, кто на кинематографистов, кто на операторов. Поэтому, во-первых, посмотреть интересно сама работа в зарубежных авторах. Во-вторых, увидеть какие-то тонкости, может быть, их себе присвоить. Ну, то есть, наверное, с профессиональной точки зрения. Ну и со зрительской, конечно. Ну и, конечно, как любое кино, оно должно приносить удовольствие. В Финляндии сейчас маленькие кинотеатры закрываются. Эра пленочного атмосферного кино закончилась. Все захватывает цифровые технологии. Финны были приятно удивлены, что в Самаре удалось сохранить дух старого кинематографа. В кинотеатре художественный. Ольга Морозова, Григорий Плешаков, События.